Сегодня поговорим про токсический позитив или токсичный позитив. В общем, вот эта темка, которую мне многие пишут о том, что Ален, привет, ты всегда... Не всегда веселая, не всегда в каком-то суперпозитиве. Давайте разберем, что такое позитив, и токсический позитив, и как от этого всего, как я говорю, убраться. Во многих случаях люди даже не понимают, что вот эта история, связанная с токсическим, токсичным позитивом, это история не про здоровье. Люди, которые показывают часто успешный успех в инстаграме, в других каналах, они сидят на психотерапии, сидят на других моментах, просто они это не афишируют. Во многих случаях человеку, когда плохо, его многие не воспринимают. Соответственно, вывод какой? Не показывать себя настоящим, потому что, когда у меня что-то происходит, я никому не нужен. И мозг такой, блин, ты реально никому не нужен, когда ты болеешь или еще что-то. Я это запомню. Соответственно, каждый раз, когда тебе плохо или что-то, у тебя возникает такая история, как спрятаться и, как вам объяснить, убрать куда-то свою боль. О, горе мне горе, бесстыжимо будет мне не больно, в общем. Но все это такая фигня, я вам скажу, что во многих случаях для того, чтобы решить свои проблемы, нужно научиться показывать себя другим, нужно научиться реализовывать себя. Нужно показывать, что мне больно или мне страшно, или я не хочу этого делать, или я сейчас болею, я не такой вот яркий, крутой. То есть, когда иногда нужно, правда, собраться, иногда нужно показать, что да, я могу, я вообще еще как бы, я вообще жив, и вообще у меня все впереди. Но бывает так, что вот этот токсический позитив, он становится нереальным. То есть, о, ребята, у меня все хорошо. Это история очень часто про внутренние-внутренние проблемы человека. Соответственно, могу сказать, что если вы хотите справиться с этой историей, не нужно убегать от себя. И самое главное, люди, знаете, кто боится показать себя? Показать боится себя тот, кто не уверен в своем будущем, у кого нет за плечами ничего и никого. Соответственно, вот эти люди пытаются себя показать. Но так долго не поедешь, не попрешь. Соответственно, вот эти все токсичные улыбки, токсические приветы, знакомства, бренды, мэнды в отношениях. Это все не про здоровые отношения, они приводят к гниющему внутри результату. Соответственно, не загнивайте на своих проблемах, а идите дальше, ищите. И по вере вашей, да будет вам токсичный позитив. Нужен человеку только тогда, когда у него реально очень много чего есть скрывать. Пока. Подписывайтесь на меня. Пока.